МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет, друзья! Телеканал Миколаев представляет программу СтопКадр в студии Анета Рашевская. Про таємниці довголіця ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі і запевнимось в тому, що сяючі очі можливі у будь-якому віці. В цьому році день рождення оркестра – день рождення дворця. Хоча оркестр був створен багато раніше. Бути дирижером несложно, складається зібрати колектив. Мені госпитальникам дали трубу, і я почав грати. Мені подобається це справа, розумієте? Благодаря цьому справу я живу. Як говорив незабвенний Кам'єск – все приходящее, уходящее, а музика вечно. Сьогодні, друзі, ми з вами спробуємо поєднати дві видатні дати – 50, 95. А чим вони значимі – дізнаємо і саме зараз. ДОБЛАСНОЙ ДВОРІЦ КУЛЬТУРЫ Господа, помните стихотворение «Вот дом, который построил Джек?» А вот областной дворец культуры, который был построен 50 лет тому назад. Да, в 2017 году исполняется 50 лет со дня построения нашего областного дворца культуры. Ни одно поколение николаївцев выросло в этих стенах. Замечательные стены, но еще более – замечательные люди. И я предлагаю вам познакомиться с ними. Пойдемте. И, конечно, первый и самый главный человек областного дворца культуры, господа, это директор, ну, впрочем, как капитан корабля. И, конечно, поэтому именно к первому, к Марии Николаевне Дубкиной, мы зашли и начинаем наше путешествие. Мария Николаевна, здравствуйте. И мы к вам заглянули на огонек, на такой короткий огонек, но, тем не менее, Мария Николаевна, в этом году дворцу 50 лет. Сегодня мы хотим познакомить наших телезрителей с одним из старейших коллективов. И будьте добры, чем славится наш областной дворец культуры – людьми и коллективами, которые создают эти люди. Очень приятно, что сравнились с кораблем. Это наше славное прошлое. И я думаю, что останется всегда, на века. Наш корабль славится людьми, действительно. И людьми, теми, которые здесь работали когда-то, работают сегодня. И я думаю, зная, кто к нам приходит сегодня, это наши дети, я думаю, что слава будет еще выше, серьезнее и дольше. Что здесь у нас в дворце интересного? Самое интересное, самое ценное, чем мы можем, чем мы всегда хвастаемся – это наши творческие коллективы. Это наши звезды, начиная от самых маленьких детей, которые сюда приходят, в три годика, в четыре годика, которые уже к этому времени кто-то танцует, кто-то поет. И, конечно же, самыми старшенькими, которыми сегодня и в 70 лет, и в 80 лет, и до 90. Серафима Петровна Иншина, которая в 92, если я не ошибусь, которая участница хора «Ветеранов». Все сегодня в строю, в добром здравии, чего мы им всем всегда желаем. Мы очень рады тому, что в этом году день рождения оркестра, день рождения дворца. Хотя оркестр был создан гораздо раньше. Он создан был еще при Черноморском судостроительном заводе. Туда в коллектив, в состав коллектива входили и слесари, и электрики. И приходили музыканты, отдавая дань уважения, грамотности всем тем, которые здесь умели играть, которые играли большие полотна, красивые, огромные произведения. И, безусловно, без этого оркестра ни один корабль не уходил в плавание. Это всегда было, есть, но я надеюсь, что и будет. Я думаю, что самое время, господа, познакомиться с легкой руки Марии Николаевны, познакомиться с этим старейшим коллективом и послушать, послушать не только музыку, но и глаголы жизни. Пойдемте знакомиться. Андрей Васильевич, здравствуйте, здравствуйте, парни. Вот такие, господа, под жизнеутверждающие звуки мы попадаем на репетицию старейшего коллектива дворца культуры, областного дворца культуры, духовых инструментов. Правильно, Андрей Васильевич? Вот сейчас мы говорили с Марией Николаевной, и она рассказывала о том, что вы самый старейший коллектив. Но, господа, я хочу вам сказать, что выглядите вы бодро. Молодцы, 95 лет. Молодцы. Будьте добры. Итак, вот мы попали к вам на репетицию, и тогда мы будем пользоваться уже случаем, да, друзья мои, чтобы и послушать духовой оркестр, но заодно пообщаться. Вообще, сколько лет вы лично руководите оркестром? 14. И вот на пюпитре у дирижера лежат ноты, которые, это, в принципе, репертуар оркестра, которые и исполняют, да, Андрей Васильевич? Вот я смотрю, здесь написано «Я люблю тебя, жизнь». Это одно из ваших любимых произведений «Я люблю тебя, жизнь». Ну, мы сейчас зашли и прервали вас, да, вашу репетицию? Ну, простите, что мы так грубо прервали. Это уже как золотой фонд, золотой фонд музыки у нас тут, в этих книжках. Все, что написано, это создано жизнью, все это, люди копили и нам передали, вот это сказать вот так, а мы трудимся над этим. Андрей Васильевич, будьте добры, вы руководитель духового оркестра, сами вы являетесь тоже духовиком, на каком инструменте вы играете? Клантист, кланатист, саксофонист, ну, могу еще танцевать. То есть вы, все, что вот Мария Николаевна не попросит, да, вот Мария Николаевна, вот вы можете попросить Андрея Васильевича, не хватает танцоров, и он может и станцевать, если по-честному. Ну, по секрету. По секрету, по секрету, у нас работники областного дворца, работники культуры, много профильные, много станочники. Нет, я знаю и я слышала, что Андрей Васильевич мастер, духовик мастер, он владеет и флейтом, и кларнетом, и саксофоном, вот, он пишет музыку, он композитор, и, конечно, прекрасный дирижер. Андрей Васильевич, все в одном. Дирижер, ну, просто помните, как в том фильме, комсомолка, отличница, и, наконец, она просто красавица. Вот вы и дирижер, вы и композитор, вы и руководитель. А руководить вообще оркестром сложно? Вы понимаете, быть дирижером несложно, сложнее собрать коллектив, играющих, тем более, а это уже как сложится, значит, со стороны видно, может это или не можешь. Еще в детстве папа сказал, если взялся, или играй, или бросай это дело. Поэтому я продерживаюсь. Получается, пока руководство областного дворца знает мою творческую деятельность, ну, знают музыканты города, тоже знают меня в этом плане. Поэтому я без всяких корон, я корону давно снял, положил там ее в это, и просто работаю. Друзья мои, и я хочу, чтобы вы послушали наш духовой оркестр в деле. Слушаем. И вот, господа, сейчас я хочу вас познакомить с одним из старейших участников Народного духового оркестра. Это Вилеор Юльевич. Вот такое у него интересное таинственное имя, и сам он очень таинственный человек, и находится в коллективе с 1900, с какого Вилеорки? С 1954 года. Играет на трубе. Представляете телезрители? Вилеор Юльевич, а ну из реки-ти на трубе. Ну, два звука, ну, чтобы телезрители поверили, что такие вы на трубе. Телезрители, вы представляете? Любимый сигнал мой. Вилеор Юльевич, ну, рассказывайте, как вы попали в этот коллектив? Ну, как я попал? Я пошел работать в Черноморский завод, в Женоченко. Там, значит, в цехе был оркестр. А перед этим я занимался, был воспитанником в армии и учился на трубе. Вот. Вот так и начал играть. А скажите, пожалуйста, вот у вас такое интересное имя, интересное отчество и интересная биография. И вот имя и отчество, это... Это... Родители придумали. Придумали. Да. Наверное, сам я не выйдем. Ну, что вам сказать. Отец мой был военным. Мать тоже была военно обязанная, работала в этом городке, в городе Одессе. Вот. Ну, так вот. То есть вы родились в Одессе? Да. Да. Началась война. Эвакуировались мы. Вот. Я отстал от эшелона. Был в детприемнике. Ну, потом нашел родителей. Так вы нашли родителей или родители вас нашли? Нашли родителей. А как же? Вот. И меня взяли воспитанником в армии. А на трубе? На трубе вы где играли? Ну, вот. Я воспитанником, мне воспитанником дали трубу, и я начал играть. А после покончания войны, в 46-м году, меня направили в школу музыкальную воспитанников советской армии в Одессе. А в Николаеве как оказались? У меня здесь родственники. Очень много родственников. Вот. Мама отсюда у меня. С Николаева. И вот вы столько лет потом приехали в Николаев и пришли играть в духовой оркестр. Много воды с тех пор утекло, но, тем не менее, глаза у вас, Велер Юльевич, блестят по-молодому. Мне нравится это дело. Понимаете? Благодаря этому делу я живу. Живу. Да. Господа, сейчас уникальная возможность и уникальная, совершенно уникальный момент. Знаете, мы открыли секрет долголетия и молодости. Вот если вы хотите, чтобы ваши глаза блестели по-молодому, и если вы хотите быть молодыми, занимайтесь музыкой. Играйте на музыкальных инструментах, а самое главное, играйте на трубе. И сейчас зазвучит труба, и вы убедитесь, прозвучит труба, и вы останетесь молодыми на много-много лет. Поверьте мне. Поверьте мне. Поверьте мне. Господа, я хочу вам представить участника духового оркестра. Вот посмотрите, он играет на таком шикарном духовом инструменте. Вадим, будьте добры, как называется ваш инструмент? Туба называется. Большой бас, по-другому. Вы выбрали этот музыкальный инструмент, потому что вы сами такой большой? Нет, это по ситуации. Я играю на нескольких инструментах, там, где, когда нужно, беру соответствующий. А сложно играть на таком, вот вы говорите, бас, то есть духовой оркестр, он сродни человеческому голосу, да? Да, да. Каждому человеческому голосу соответствует духовой инструмент. И вы играете партию баса? Да. А по жизни вы какую партию играете? Не знаю. Целеустремленного человека может быть. Вот так вот, господа. Здесь только целеустремленные люди. Друзья мои, мы продолжаем знакомиться с музыкантами. И вот перед вами, смотрите, какой большой барабан. А рядом с ним его хозяин Владимир Ильич. Владимир Ильич, итак, вы ударник? Ударник, да. Да, ударник. Ну, ударьте. Вот так, телезрители. Владимир Ильич, если что, Владимир Ильич ударит, так ударит. Владимир Ильич, будьте добры, итак, ударник. Какую роль он играет в оркестре? Роль такой вот, смотря на дирижера, как он взмахнет, так и я буду вот играть. Он мне ритм дает, и там дает. Ритм, и там. Вы поняли, да? Вот, и я на него вот больше всего внимания. А как вы себя чувствуете? Вы ударник, как вы себя чувствуете в семье духовиков? Отлично, отлично. Прижились? Да, прижились. Я недавно, конечно, 10 лет всего, но я прижился в коллективе. А по тарелкам можете? Могу. Александр Александрович, будьте добры, вы играете на тромбоне в духовом оркестре. Почему именно тромбон? Потому что династия у нас. Отец, мать, все музыканты были. Отец скрипач мы. Отец скрипач, а вы тромбонист? Ну да, это духовая скрипка. Тромбон, духовая скрипка? Да. А извлеките, пожалуйста, звуки, чтобы телезрители услышали красоту тромбона. Вот так вот, духовая скрипка, тромбон. Да. Юрий Никитич, вы тоже играете на трубе. Как вы? Вошли в жизнь трубы или наоборот труба вошла в вашу жизнь? Как вы? Играю где-то с 1966 года. Сюда я пришел где-то в 1965 году в этот оркестр. И до этих пор играю. Сыграете? Хотя бы две ноты? Анатолий Федорович, вы тоже трубач. Сколько здесь трубачей в оркестре вообще? Ну, вообще положено в оркестре пять. Но у нас всего четыре. То есть все-таки небольшой недобор, да? Да, да, да. А вы за что трубу полюбили? Я тоже бывший воспитанник университетного оркестра. Служил в армии, на пенсии. Пришел в этот оркестр как пенсионер. Молодец. Вот. Лет десять я здесь. Сыграете? Хотя бы несколько нот, чтобы телезрители услышали. Вот. Вот под такой позывной мы движемся дальше. Владимир Михайлович, а вы за что трубу полюбили? За то, что она труба. Труба с детства в моей жизни. Вот. Я лариат союзного конкурса, всеармейского конкурса, множественных окружных конкурсов, где только призовые места, ниже второго места в округе, никогда оркестр, которым я играл, никогда не занимал. Этот оркестр, меня пригласили сюда, когда я приехал для прохождения службы в городе Николаеве, пригласил Иван Иванович Патрашко. Это был самый лучший оркестр в городе Николаеве. Было пять оркестров. Вот. Это был самый лучший оркестр народный, который участвовал в конкурсах, который занимал призовые места в области, в республике. Вот. Я являлся солистом этого оркестра. Ну, сейчас в Николаеве с духовой музыкой проблемы. Был у нас прекрасный муниципальный оркестр, который городским назывался оркестр. Я тоже был первым коронатистом, который канул в лето. Среди духовых коллективов остался единственный этот коллектив. Вот. Где остались действительно любители духовой музыки. Ну, у меня так получилось. У меня сейчас сын, солист национально-симфонического оркестра Одесской филармонии, внук, закончил консерваторию трубач, учится в аспирантуре в Киевской консерватории. Самый младший внук тоже трубач. У нас четыре трубача у меня в семье. Учится в школе для одаренных детей имени профессора Столярского в Одессе. Ну, мне судьба так распорядилась, что пригласили меня. И пригласили очень давно. И я имею удовольствие общаться с коллективом. Многие, многие – это наши армейские музыканты. Вот. Здесь основная масса – это армейские музыканты, которые сейчас определены только в этом оркестре. Ну, а сейчас, господа, труба от основателя династии трубачей. Будьте добры. Василий Ярославович, будьте добры. Почему вы полюбили ваш музыкальный духовой инструмент «Волторн»? Ой, это давняя история. Мы с Андреем Васильевичем с 14 лет еще воспитанниками начинали вместе. Потом наши жизненные дороги разошлись. Потом я работал поездным машинистом. Водил грузовые, потом много лет водил пассажирские поезда. Я своим всем диповским передаю привет. Я жизнь здоров играю. А потом мы с Андреем Васильевичем встретились. Он говорит, нету волторнистов. Умирает духовая музыка. И говорит, приходи. Есть инструмент. Хороший инструмент, кстати. Классный инструмент. Вот я пришел. Я здесь, в принципе, самый молодой участник этого оркестра. Но по годам, по стажу, по игре. В принципе, мы вместе начинали. Вот. Толик Мургаут, Андрей Васильевич. Да мы все. Вот я вместе с ними. В принципе, одно время мы начинали. Ну, мальчишками. Нам было по 13-14 лет. Ну, сейчас вот так вот жизнь сложилась. Вот я сейчас прихожу. И я, то есть, я вернулся в свое любимое, родное и вечное. Как говорил незабвенный Камецк. Все приходящее и уходящее. А музыка вечна. Поэтому я и вот так вот. Это правда. И поэтому, пожалуйста, музыка от вас. От вашей, волтор. Ой. Так там. Моцарт-концерт номер один. Начало. У вас музыкальный инструмент, который называется как? Баритон. То есть, это не волторно, не труба? Баритон. И все. Баритон просто. А как вы с ним встретились? С баритоном? Значит, мне было лет 12. Я шел мимо оркестра. Оркестр заиграл. Я заболел чарующими звуками этих инструментов. И вот так вот пошел до покойного Василия Павловича Шипко. И говорит, я хочу научиться на инструменте играть. И вот мне пошло. Я уже 60 лет занимаюсь музыкальной деятельностью. Мне 72 года. Вот так вот. Училища музыкальное. Оркестры заводские. Оркестры гражданские. Военные оркестры. Вот так любовь моя привязана с этой музыкой. И так я играю. Представляете, друзья мои, любовь на всю жизнь. Ну, тогда мы попросим вас сыграть. Да, Анатолий? Просто, пожалуйста. Друзья мои, а пока мы общались с музыкантами, у Андрея Васильевича, дирижера духового оркестра, уже возник как по волшебству кларнет. И он тоже маленькое соло от дирижера. Да. КОНЕЦ Сьогодні, друзі, ми з вами спілкувалися з артистами Народного духового оркестру Миколаївського обласного палацу культури. Духовому оркестру в цьому році – 95. Але, не зважаючи на свій солідний вік, він виглядає молодо і цікаво, чого і вам бажає. Яні Тарашевська прощаюсь з вами. На все добре. КОНЕЦ КОНЕЦ